Все грустно. Россия с 10 июня, то есть через 9 дней, возобновляет регулярные авиасообщения с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикией, Марокко, Хорватием, а также чартерная с Албанией. Увеличивается количество рейсов в Египет. Но самое-то главное, то, чего ждали до последней минуты, это открытие рейса в Турцию, не произошло. Здесь, конечно, много вопросов возникает, а почему надо было ждать до последней минуты, чтобы сказать «нет, не будет», потому что вообще-то полтора миллиона россиян едут в Турцию, а не в Люксембург или в Албанию, и поэтому можно было как-то заранее решить. Игорь Борисович, как ты думаешь, может быть, они просто надеялись до последнего? Развивают новые места. Вот как идет большая пропаганда «отдыхайте в России», а вот, учитывая ситуацию, ну, грубо говоря, по-другому, видимо, не заставить россияну любить свою родину. Почему не сказали о том, что Турция не открывается там за три дня, а не сказать, а за два дня? Они что, до последнего момента ждали, что там улучшится эпидемиологическая обстановка, что ли? Ну, видимо, да, мы же не знаем, мы столкнулись с неизведомым. Сидя на телетайпных лентах, да, вот это вот. Нет, так или иначе, ребят, я так понимаю, появились некие лазейки, да, куда-то можно что-то там выехать, где-то можно что-то делать, но единственное, что непонятно, о том, что возобновились авиасообщения, это, грубо говоря, информация ни о чем. Почему? Потому что куда лететь, знаешь, помнишь, зачем лететь, что там с тобой сделают, какие бумаги тебе нужно, блин. Где ты там просидишь, сколько ты там просидишь просто так, прежде чем выйти на Усть? Неизвестно, непонятно. И именно для этого... Именно для этого мы пригласили эксперта, человека из туристической индустрии, а там сейчас все люди с издерганными нервами, но тем не менее, Игорь Блинов, директор по развитию национальной сети туристических агентств онлайн-тур.ру, согласился с нами поговорить. Игорь, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот учитывая то, что вы в подводке так все рассказали, чем я могу быть вам полезен? А мы, нет, ну смотрите, мы рассказали, куда чисто теоретически можно полететь, а вот куда имеет смысл смотреть в смысле реального отдыха, это вы расскажете нам. Потому что, ну мы слышали, что и Албания два года назад еще становилась уже курортом, и что в Марокко можно отдохнуть, и в Хорватию кто-то летал. А на самом-то деле, вот куда реально практически можно полететь? Ну да, какие лазейки, кроме Сочи, у нас еще остались, вот учитывая новое видение? Лазейки, они были и остаются, но я просто хотел бы маленькую ремарку. Да, вот доля Турции в отсутствии Египта в прошлом году, она превысила 90% на фоне закрытых стран. Вот сейчас вот эти некоторые европейские страны, которые и частично североафриканские, там типа Марокко, открываются, туда, конечно, можно лететь, но массовым направлением ни одной из них не является. Даже в совокупности они не способны составить какую-то серьезную конкуренцию любому массовому пляжному летнему направлению для россиян. Я вот там сейчас вернулся из-за границы, но знаете, на тех условиях, в которых обязывают въезжающих, влетающих соблюдать, вы таким образом вакцинацию не продадите, совершенно точно. Потому что я и моя семья, мы вакцинированы, мы имеем сертификаты, мы перед вылетом сдали ПЦРы, мы вернулись, сдали ПЦРы, сдали еще по одному ПЦРу, 5 дней на самоизоляции, только потом пошли на работу. Ну ладно, кто-то может дистанционно. Игорь, Игорь, это вы какую страну сейчас имеете в виду? Я говорю о Российской Федерации, о въезжающих туристах в Россию, которые возвращаются домой. А с точки зрения людей, которые перемещаются внутри страны, никто не требует никаких ни ковидных паспортов, никаких ПЦРов. Люди переопыляются регионами между собой. Это совершенно нормальный факт. Вот еще какой момент. Полтора-два месяца назад перед туристическим носом помахали Египтом. Помахали и спрятали опять в задний карман. Что происходит? Рынок, рынку что делать? Что делать турагентам? Действительно, совсем непонятно, что делать. Игорь, смотрите, я понимаю, что, кажется, это не какой Тунис, там, Тунис, да, или кто у нас, Марокко не заменит нам Турцию. Но вот с точки зрения каких-то, ну, и все полтора миллиона туда не уместится. Но имеет ли смысл вообще пытаться хотя бы сейчас перекинуться на Турцию, ой, на Марокко, на Хорватию? На Албанию, на Албанию, на то же самое. Да там нормально везде. Но вы зря говорите про полтора миллиона. В Турцию от шести до восьми миллионов туристов ездило. Ну, да, я просто слышал сегодня утром, что вот, типа, висит у нас... Нет, полтора миллиона это из тех, кто уже побывал на майские праздники, и кто планировал поехать туда вот в ближайшее время в закрытое. Это вот в совокупности, да, примерно полтора миллиона. А так потенциал в шесть-восемь миллионов. Ну, поехать можно. Слушайте, в Хорватии прекрасное море. В Албании тоже неизведанные там пляжи. Там тоже есть туристическая инфраструктура. Но она не такая, конечно. Турцию не заменит ничего. Ну, да, она и не турецкая, и не греческая. А вот скажите, пожалуйста, ну, если, предположим, да, опять отменили Турцию, там, я не помню, до 25-го числа, да, или 21-го. До 21-го. Предположим, ничего не получилось, да. Людям надо, один из вариантов, значит, менять путевки. Предположим, можно поменять на ту же Албанию или Хорватию. А какие условия там пребывания, помимо, ну, там, насколько хороши отели, насколько хороши пляжи? А какие условия? Комендантский час, там, какие-то ПСР-тесты, столько раз, будут ли тебя держать в какой-то изоляции хотя бы день-два или нет? Вот какие условия там сейчас для отдыха? Ну, слушайте, мы сейчас, мы сейчас говорим только о возобновлении рейсов. Куда-то они будут летать раз, куда-то два в неделю. А в Албанию, только в Албанию чартеры, да, то есть, вот когда чартеры полетят, мы сможем говорить по конкретно условиях, которые страны предоставляют, или, там, предъявляют, да, требования для въезжающих. А пока этого ничего нет. То есть, пока, через какое-то время будет открыта продажа просто на самолеты. Вроде как аэроплот, который летает, он не требует ПСР-тесты. То есть, обязательно там маска и перчатки на борту, а все остальное, это уже принимающая сторона. То есть, мы не знаем на сегодня, на сегодняшний день, какие условия пребывания и прибытия в тех странах, которые заявлены, кстати, с сегодняшнего числа. Абсолютно не знаем. Нет, ну, мы можем догадываться, что если это будет двустороннее, и, в общем-то, нормально, все по рукам ударили, межправительственные соглашения, то, наверняка, это будет все более-менее, ну, облегченный вариант въезда и выезда. Но вот пока мы только... Ну, смотрите, даже если в Хорватию полетят все с Албании два рейса в неделю, это, в общем-то, нет ничего. Нет ничего. Понятно. Абсолютно. Да. Игорь, а скажите, ну, последний вопрос. Вопрос о Эмираты наши любимые. Я понимаю, что там сейчас жара несусветная, но, тем не менее, туда кто-нибудь сейчас смотрит в эту сторону. Эмираты наши любимые, да, если вопрос в этом, то да. А что? Ну, продаются, но, понимаете, у нас, как бы, перевозка ограниченная, ценник заоблачный, слетать в Эмираты, ну, цены космоса, на самом деле. То есть, если раньше июня это был низкий сезон из-за жары, то сейчас это, так сказать, сэкономить на этом не удастся? Нет, сейчас никуда сэкономить нельзя. Танзания закрыта. Смотрите, а в Турцию ведь тоже европейцы не летают. В Турцию летают только туристы безбашенные, то есть из тех стран, которым пофигу. Вот. А я слышал о том, что, извините, что мы отказали Турции, а они там, типа, совершенно заполнены на Европой, ну, так сказать, другими странами, и поэтому... Смотрите, самые массовые туристы — это россияне, британцы и немцы. В Турции сейчас нет почти никого. Ну, там почти наших нет, почти британцев и почти нет немцев. Понятно. Ну, то есть, если вы безбашенный турист, то вам есть куда ехать. Если вы нормальный человек с семьей, то фактически оставайтесь дома. Ну, это лично мой вывод. Спасибо большое, Игорь Блинов, директор по развитию национальной сети туристических агентств онлайн-тур.ру.